Двигатель 3,5 бензиновый, 208 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 1994 года выпуска. Вот уже как 20 дней я обладатель Паджеро. И что могу сказать об ощущениях от покупки? Ощущение, что купил еще одну машину, которая будет высватывать деньги, обострилось это тем, что после того, как я залез и увидел состояние днища и порогов. Еще одни ощущения – это то чувство, когда ты представляешь, что приведешь машину в чувство, и в один прекрасный день, зимой, когда навалит куча снега, и все владельцы легковушек будут жалостно буксовать в сугробах и жаловаться на нечищенные дороги и всемирное потепление, ты приходишь в гараж, открываешь ворота, а там стоит офигенная и комфортная тачка, как раз для такой погоды, на которой ты можешь и поехать и по асфальту, и погонять на полном приводе на каком-нибудь застывшем водоеме, если лед толстый. И все-таки это высокий джип, на котором просто приятно ехать. Разобрал салон, почти полностью, остались дверные обшивки и боковины кузова. Буду каким-то образом стирать ковролин, сидение, потолок, приводить в максимально хорошее состояние. Хочу избавиться от всевозможных дребезжаний на кочках внутри салона. Решил заняться движком. Когда я первый раз скинул пластиковый кожух ремня, заметил, что ремень ГРМ был ослаблен в районе помпы и решил разобрать и посмотреть, в чем причина. Подумал, а что, я и так разобрал полдвижка, почему бы не снять головки и не посмотреть, в каком состоянии они находятся. Так как через отверстие заливной горловины виднелись жуткие следы нагара, у меня на душе это бы долго свербило, и потом было жутко интересно посмотреть, как это все устроено. Разбирать было очень легко и понятно, все открутилось хорошо, порадовали металлические прокладки без герметика, ничего не прилипает, ничего не надо отшкрябывать. Покупка запчастей. Скоро буду собирать двигатель. Поэтому было куплено. Ролики натяжения ремней ГУР, генератора, кондиционера, ремни. Помпа. Ремень ГРМ. Свечи зажигания. Два гидрокомпенсатора. Фильтра. Масляный, воздушный, топливный. Комплект прокладок ДВС. В нем уже были все сальники и маслосъемные колпачки. Ну и еще что-то по мелочи. Надеюсь, запчасти попались не полены. Все, пора в гараж. В следующей записи будет сборка ГБЦ и притирка клапанов. Вистринка. Ходное. Вистринка. Мелочи. Двину. Вистринка. С.. Попали мне в руки эти диски, нашел я их на Авито в Москве у одного человека по имени Олег. У него еще лежат два комплекта похожих вариантов. В Москве. Колеса мне сразу запали в душу. Японская ковка с болтиками, трехсоставная, радиус 16, ширина 8,5 вылет, 10, вес 8,5 килограмма. Прям то, что я хотел, и за приемлемые деньги. Резина будет стоять невысокая, но широкая, плюс хочу найти стакан ФЦО в джиперской тематике. Приехала коробочка. Напомню, что на моем авто изначально стояла какая-то дурацкая магнитола и деревянный руль, который совсем не смотрится в этом авто, поэтому решил поправить ситуацию и установить то, что должно там стоять с завода, а именно, кожаный руль и дисковая и кассетная проигрыватели. Искал резину R16, не очень высокую, но широкую, на авито нашелся единственный подходящий вариант 28560R16, по высоте такая же, как и сток резина. И самый главный критерий выполнен, а она белыми буквами. Экспериментальная обработка антиржавином. В тот день у меня все было готово к обработке днища этой химии. 10Л антиржавина. Газовая пушка для сушки. Компрессор с пистолетом. Болгарка с ержиком, базука, так как очень опасная. Пластилин автомобильный. Закупорил пластилином все отверстия в раме, их оказалось где-то 10. Просверлил в самом высоком месте отверстие для заливки жидкости. Сидя в интернете, еще давно наткнулся на интересную технологию полировки дисков при помощи шариков и камней, и даже подумать не мог, что представится возможность отвезти им свои колеса и отдать на полировку. Решил заморочиться с полировкой. Ценник за полировку и покрытие лаком 4 дисков 36 тысяч рублей. У них есть акция, если оставить им диски на 55 дней, как раз до начала сезона, то цена снизится до 27 тысяч рублей. И я решил их отвезти, предварительно разобрав. Разборка дисков оказалась несложной. Диски стягивались хром-болтами плюс обычные гайки М8. Гайки открутились легко, а болты пришлось выбивать молотком из центра диска, так как они сидели там плотно на шлицах, как шпильки на колесах. Болты по всей видимости каленые и при выбивании нисколько не повредились. Отдал свои диски на полировку в мастерскую. Было такое чувство, что его отлили из серебра. Я был в диком восторге от увиденного. Трясущимися руками я сделал несколько фото, но на фотографии не передается тот эффект, и надо видеть это вживую, они сияют каким-то желтовато-голубым блеском. Ну в общем очень круто, и мне очень понравилось. Шумоизоляция. Сварочные дела закончены, и я принялся за шумоизоляцию. Листы фирмы Кикс, не знаю, первый раз сталкиваюсь с таким производителем, но вроде нормальные. В общей сложности куплено где-то 70 килограммов листов. 3 миллиметра для крыши и боковин, и 4 миллиметра для пола и арок. Также куплен укладочный ролик-обезжириватель. Продолжаем собирать. Авто уже заводится, выгнал на улицу, проветрил гараж и салон от запаха антикора и сырости. Поставил запаску с модным чехлом, отрегулировал крылья, установил решетку и очки. Очень порадовала погода, было очень тепло и солнечно. При установке очков на фары возникли ряд проблем, не знаю, у одного меня такое. Они никак не хотели стыковаться с блоком поворотников на защелке, и при установке направили выскочить из зацепления. Крепежные отверстия очков не попадали по отверстиям для винтов, и пристояли не по центру фары. У меня фары стояли не сток, а именно от ВАЗ-2101. Может, поэтому фары не давали встать ровно. В общем, снял этот колхоз. Оригинальные фары Койта. Теперь смог хоть как-то вывести зазоры в норму. С копеечными фарами не получалось. Задние стопки тоже установил, заранее полирнув стекляшки пастой 3М. Там же я заказывал ковер в багажник. Качество отличное. Причина неработающего спидометра был сам спидометр. Также заработало 4 передачи. Купил за недорого приборку. Поставил новый, собрал и все заработало. Разница была только в том, что новый до 220, а у меня до 180 км в час был. Наверное, кто-то от дизеля поставил. Закончил сборку, поставил пороги, расширители, брызговики. Настал тот волнительный час, когда я отогнал ее на мойку и смыл 8-месячный слой пыли в перемешку с антикором. Продолжение следует... Тут в группе Паджеро заказал кенгурин с туманками, которые давно искал. Сегодня, наконец, то забрал из транспортной. И сразу же распаковал. Офигел от их вида, по фото фонари казались маленькими. Вживую это 5-литровые кастрюли. Также увидел фишки подключения туманов. Я так понимаю, они подключаются к штатной проводке. Кажется, я видел под капотом пустые фишки. Буду разбираться. Наконец-то наступила весна. У меня появилось время выгнал из зимней спячки автомобиль. Зимой почти не ездил. Очень хотелось примирить кенгурятник, который был куплен зимой. По мне так смотрится очень жирно. Плюс к этому будут противотуманки, которые я перебрал и обслужил. Результатом доволен. Также порадовало жесткое крепление фар снизу и сверху, что дают очень жесткую конструкцию. Ничего не брымчет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok